Здравствуйте! Мы начинаем прямую линию в нашей студии заместитель председателя правительства Республики Коми, министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов. Добрый вечер, Андрей Сергеевич. Добрый вечер, Ольга. Вопросы к нашему эфиру жители Республики направили через общественную приемную главы Республики Коми и Центр управления регионом. Вы можете задать свои вопросы во время эфира. Напишите нам в комментариях по трансляции в сообществе Республика Коми в группах телеканала Юрген и ЦУРа ВКонтакте. Или по номеру в Телеграм, который вы видите на своих экранах. Андрей Сергеевич, начало отопительного сезона, по данным Центра управления регионом, это самая обсуждаемая тема последних недель в социальных сетях. Расскажите, как продвигается процесс в городах и районах Республики Коми, все ли в штатном режиме? – Начало отопительного сезона в Республике началось с Воркуты. В Воркуте еще в августе месяце мы подключили к отоплению все объекты соцбыта и многоквартирный жилой фонд. С 1 сентября в Республике подключались к отоплению социально значимые объекты, детские сады, школы, больницы. После этого активно подключался жил фонд. На сегодняшний день из чуть более чем 7,5 тысяч многоквартирных домов неподключенными остаются 81 многоквартирный дом. По плану у нас до конца недели завершить подключение многоквартирных домов к отоплению. Но при этом надо отметить, что подключение многоквартирного дома к системе отопления не значит, что в каждой квартире сразу будут теплые батареи. Потому что есть проблемы с завоздушиванием систем, и управляющие компании, сантехники приходят в квартиры, соответственно, сбрасывают воздушные пробки. Поэтому если у вас дома в квартире еще не горячие батареи, нужно обращаться в управляющую компанию, в центр управления регионом. Министерство активно контролирует, как отрабатываются заявки граждан. В ежедневном режиме мы взаимодействуем со всеми управляющими компаниями по обращениям жителей. А все ли районы завершили подготовку к отопительному сезону? Подготовка к отопительному сезону финально завершается к 1 ноября. Большая часть работы по подготовке, которая сейчас идет, это документальное оформление. Там достаточно много документов нужно оформлять к отопительному сезону. Ростехнадзор провел проверки муниципальных образований. По результатам выставил более 600 замечаний. Сейчас теплоснабжающие компании совместно с муниципальными образованиями занимаются устранением замечаний Ростехнадзора. Но физическая подготовка объектов практически везде завершена. Осталось ряд муниципалитетов, их небольшое количество, где есть задержки по перекладке тепловых сетей. Вот в Емве не завершены ремонты на тепловых сетях, в Уктыле не завершены работы. Мы эту ситуацию контролируем совместно с надзорными органами, с прокуратурой республики. Жители 30 многоквартирных домов Кайгородского района сообщают, что вот уже полтора месяца не вывозятся жидкие бытовые отходы из-за ликвидации старой несанкционированной свалки. Говорят, нужно вводить сливную станцию на очистных селах Кайгородок. Когда же начнет работать эта станция? Выгребные ямы переполнены, жидкие отходы скоро будут вытекать под фундаменты домов. На сегодняшний день мы нашли выход, сейчас уже вывозятся жидкие бытовые отходы в другие канализационные очистные станции. В Кайгородке начато проектирование станции канализационных очистных сооружений на 200 кубов в сутки. В этом году проект будет завершен, в 2024 году начнутся работы по монтажу станции. То есть сейчас в районе есть куда вывозить жидкие отходы? Сейчас вывозятся в соседние населенные пункты, где есть работающие канализационные очистные сооружения. Управляющие компании, которые обеспечивают вывоз, за свой счет компенсируют вот эту разницу в логистическом плече. Проблема вывоза в Кайгородке была с тем, что до этого сливались несанкционированно, ну так скажем, на рельеф сливались. И природоохранная прокуратура выявила эту ситуацию и запретила слив на рельеф. Жительница Усть-Кулома Вера Логинова записала к эфиру вопрос в видеоформате. Писали, что в 2024 году в республике планируется перевезти на биотопливо 25 котельных. Котельная села Усть-Кулом на Мазуте тоже попала в этот список. Будет ли подвергаться реконструкции само здание котельной? Спасибо. Действительно, в 2023-2024 годах планируется в 2023 начать проектные изыскательские работы. В 2024 году выполнить уже непосредственно работы по модернизации и реконструкции 25 котельных, которые работают на Мазуте или на Угле. На эти средства, на эти работы нам выделено 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сейчас мы занимаемся подписанием соглашения с Фондом развития территорий. И в октябре месяце приступим уже к разработке проектно-сметной документации. Котельная в Усть-Куломе, о которой шла речь, попала в перечень этих котельных. И она будет реконструирована. В том числе здание котельной будет отремонтировано. Какой эффект ожидаем от реконструкции котельных? Во-первых, мы увеличим потребление биотоплива. Это в первую очередь пилеты, которые производятся на территории региона. И через какое-то время будет снижение тарифа на отопление. Потому что экономика пилет существенно эффективнее, чем экономика мазута и угля. Александр Петрович, пенсионер, спрашивает, почему две котельные села Подчерье в Уктыре не попали в программу по строительству новых блочно-модульных котельных? Эти котельные работают на дровах. Дрова, по сути, являются биотопливом. И по условиям финансирования федерального бюджета было обязательным условием, что котельные переводятся или с угля, или с мазута. Другие котельные модернизировать нельзя. И также нельзя модернизировать те котельные, которые стоят в графике газификации. Поэтому, например, не попала котельная в селе Обьячево, потому что мы планируем привезти туда газ уже в ближайшее время. Алексей, жители Инты интересуются, когда в городе Инте будет качественная, горячая и холодная вода? Это достаточно непростой вопрос. Вопрос. Действительно, в Инте на сегодняшний день холодная вода подается с недостаточной очисткой. Она безопасная для потребления. Но при этом по ряду параметров, в первую очередь по цветности, мутности, она не соответствует нормативам. Очистные сооружения на холодном водоснабжении в Инте просто не были предусмотрены для такой водоподготовки. Они обезопасивают воду, там нет биологически активных элементов, но по мутности она не проходит. На сегодняшний день нами подписано соглашение с Фондом развития территорий о выделении республики 420 миллионов рублей. С учетом республиканского финансирования это будет 700 миллионов рублей на 2023-2024 год. Сейчас мы подписываем контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки в Инте. По плану мы ее должны запустить в 2024 году. Горячее водоснабжение имеет свой отдельный водозабор. Пока горячее водоснабжение подается напрямую с котельной вообще без очистки. Но после введения станции водоподготовки мы изменим схему горячего водоснабжения в Инте и будем подавать на котельную воду уже предварительно очищенную на станции водоподготовки. Поэтому и горячее водоснабжение, и холодное водоснабжение придут в норму. На сегодняшний день, конечно, и горячая, и холодная вода в Инте по мутности не соответствуют нормативам. Итак, когда вода будет нормативным? В 2024 год. В 2024 год, скорее всего, это будет ноябрь-декабрь. Анастасия из Карткировского района сообщает, что в их панельном многоквартирном доме пройдет капитальный ремонт крыши в 2024-2025 годах. Виды работы и суммы уже утверждены, но в этом году добавилась еще одна проблема. Износ межпанельных швов составляет 100%. На их восстановление нужно около 1 миллиона рублей. Можно ли включить этот вид работы в перечень работ по капремонту? Если нет, то кто должен ее проводить? Директор управляющей компании говорит, что для них это непомерная сумма. Можно включить любые работы по капитальному ремонту в перечне работ, но надо при этом понимать, что существует очередность выполнения тех или иных работ. Жители домов сами определяют, какие работы для них являются наиболее приоритетными. Они голосуют на общем собрании и определяют, нужно ли им делать в первую очередь крышу, в первую очередь фасад и так далее, или инженерные коммуникации. Если жители проголосовали за ремонт крыши, соответственно, будет первоочередным порядком проведен ремонт крыши. Если есть проблемы с необходимостью ремонта межпанельных швов, они могут обратиться в управляющую компанию. И управляющая компания в рамках текущего ремонта также осуществляет ремонт межпанельных швов. Это не такие большие расходы, как капитальный ремонт кровли или капитальный ремонт в целом фасада. Управляющая компания способна это делать и обязана это делать. Но если жители считают, что для них важнее провести капитальный ремонт швов, то они могут на общем собрании принять такое решение. Им в первую очередь отремонтируют швы, а не кровлю. То есть сразу и кровлю, и швы отремонтировать невозможно? Существует очередность проведения работ. И чтобы какие-то работы провести вперед других, кого-то в очереди всегда надо двигать назад. То есть мы можем один дом отремонтировать раньше другого, но при этом мы ущемим права остальных собственников, которые тоже стоят в очереди на проведение капитального ремонта. У нас бывает экономия средств в результате конкурсных процедур. И мы всегда включаем какие-то дополнительные объекты, которые у нас, по мнению муниципальных образований, наиболее нуждаются в капитальном ремонте. Мы стараемся очередь двигать чуть быстрее, чем она есть на самом деле, но только в рамках экономии, потому что дополнительных средств на капремонт мы не выделяем. Но все-таки затем, впоследствии, возможно, будет отремонтировать и межпанельные швы в этом случае. В рамках существующей очереди, конечно. С 1 сентября этого года вступили в силу изменения федерального закона о газоснабжении и жилищного кодекса в отношении условий предоставления коммунальной услуги газоснабжения. Объясните, пожалуйста, как эти изменения повлияют на собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов? Приведут ли нововведения к увеличению стоимости услуги? Вопрос направили жители Эжвинского района. Изменения связаны с тем, что управляющая компания теперь будет обязана привлекать только специализированные организации для проведения обслуживания газового оборудования. Раньше управляющая компания могла привлекать любые организации с рынка и, к сожалению, зачастую сталкивались с ситуациями, когда проводили работы компании неквалифицированные, и это могло приводить к аварийным ситуациям. Я напомню, например, в республике Коми 1 сентября в Соктовидинском районе был взрыв бытового газа как раз в жилом доме. Это было в том числе связано с тем, что работы по замене газового оборудования в квартире проводила неквалифицированная организация. На сегодняшний день в стоимости платы за управление жилым домом заложена сумма, а если мне не изменяет память, 43 копейки с квадратного метра при наличии газовой плиты и чуть меньше рубля с квадратного метра при наличии газовой плиты и прибора отопления или горячего водоснабжения. Соответственно, этих средств должно хватить на привлечение специализированных организаций. Мы прогнозируем, что роста платы граждан за управление жильем не возникнет. При этом ФАС России выпустил специализированные методики контроля роста платы, и мы, соответственно, тоже ими пользуемся, контролируем. Так что мы полагаем, что не должно привести к росту платы за управление жильем. Будет ли Кайгородский район включен в программу газификации, уточняют жители района? В планах газификации 2024-2025 год Кайгородский район не включен. Мы прорабатываем вопрос газификации Кайгородского района путем газификации сжиженным газом в 2026 году. То есть трубопроводного газа в Кайгородском районе не планируется. Планируется установка емкости под сжиженный газ. С точки зрения пользователей, жители не почувствуют разницу, это газ трубопроводный или сжиженный. Но для того, чтобы сжиженный газ привозить, нужно в республике построить заводы по производству сжиженного газа. Сейчас мы подписали с структурой «Газпрома» соглашение о намерениях о строительстве таких заводов в республике. В СМИ писали, что в 2023 году планируется выполнить ямочный ремонт на участке республиканской дороги Ухта-Буктыл с 80 по 98 километр. Уже сентябрь, работы не начаты. Буктыльцы пишут, что для них это больной вопрос, так как эта дорога единственное транспортное сообщение с большой землей. Будет ли ремонт дороги в этом году? В этом году ремонта дороги на этом участке не будет. Будет только ремонт в рамках содержания текущего ремонта, ямочного ремонта. Эти работы планировалось выполнить в рамках соглашения с «Газпромом России». На сегодняшний день эти работы перенесены на 2024 год в плановом порядке. Сейчас «Газпром России» рассматривает соглашение о финансировании этих работ в республиканский бюджет. Сигналы социальных сетей. Летом на пешеходном тротуаре Краснозатонского моста обвалилась плита. И это не единственное место, где происходит обрушение. Когда проезжает тяжелая техника, мост сильно трясет. Планируете ли решать эту проблему? Ведь даже не специалисту понятно, что пора проводить ремонт. Подобный вопрос задают жители пригородных поселков Сыктывкара. Пишут, что Краснозатонский мост в неудовлетворительном состоянии. Спрашивают, когда начнутся работы по капитальному ремонту? Ведь на мосту высокий трафик движения. Обвал тротуара мы восстановили достаточно оперативно. В этом году по Краснозатонскому мосту проводятся проектно-изыскательские работы. Капитальный ремонт моста по плану стоит 2024-2025 год. У нас выделено в Дорожном фонде чуть менее 400 миллионов рублей на этот объект. Дмитрий, житель села Ижма, спрашивает, когда приведут в нормативное состояние дорогу Ираель-Ижма? По дороге Ираель-Ижма в этом году мы делаем 2 километра 500 метров. В 2024 году у нас стоит в плане 8 километров. И в 2025 году еще 8 километров дороги. В этом году привели в нормативное состояние дорогу в селе Мохча Ижимского района. А когда сделают участок от Мохчи до деревни Гам? Эти работы уже проводятся. До 1 октября у нас по плану сдача объекта в эксплуатацию. Сейчас идут работы уже в завершающей стадии на этом участке. Какие работы там проделаны? Асфальт, обочины, там капитальный ремонт. Ирина, предприниматель из Усинска интересуется, когда планируется сдача в эксплуатацию моста через реку Лыжа в районе села Усть-Лыжа? Это, наверное, самый сложный на сегодняшний день объект в республике в рамках ремонта строительства мостов. Объект был начан в 2008 году. Там на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по предыдущим подрядчикам. Есть вопрос, что по документам закрыли больше инертных материалов, чем по факту поставили. В сентябре этого года мы расторгли контракт с подрядной организацией. Подрядная организация находилась в банкротном состоянии. Сейчас мы рассчитываем объемы работ, которые необходимо доделать. На самом деле там не так много работ необходимо доделать. Но вот этот вопрос, что закрыли по документам песка больше, чем поставили по факту на объект, он не давал возможности завершить работу. Сейчас мы все объемы пересчитываем. В октябре месяце по плану мы должны заключить контракт и для себя ставим срок. Третий квартал 2024 года завершить объект и ввести его в эксплуатацию. Но новый подрядчик еще неизвестен, да? Конкурсные процедуры будут объявлены в ближайшее время. В этом году отремонтировали участок дороги республиканского значения Сыктывкар-Троицко-Печерск по направлению Усть-Кулом-Помоздино. Когда приведут в порядок второй плохой участок дороги с 207 по 221 километр? Ольга, жительница Помоздино, спрашивает. До конца этого года мы планируем эти работы завершить. Там дорога в переходном типе покрытия. Соответственно, мы можем проводить их и в холодное время. Там нет работ, связанных с укладкой асфальта. Мы планируем в этом году дополнительно эти 10 километров еще сделать. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Это прямая линия. Мы продолжаем отвечать на вопросы жителей республики. Светлана Владимировна, жительница села Вольдина, спрашивает, когда пройдет ремонт дороги в ее селе. Она сообщает, что на участке республиканской дороги Сыктывкар-Троицко-Печерск по направлению Помоздино-Якетш-Пудзва в этом году не согласовали два школьных маршрута. Помоздино-Вольдина и Помоздино-Якетш-Пудзва. Оба школьных маршрута проходят через Вольдина. В этом году мы эту часть дороги ремонтируем в рамках содержания текущего ремонта. При этом в Вольдина мы делаем проект устройства дороги 2,5 километра. Там будет капитальный ремонт с обновлением покрытия дороги, с устройством освещения, устройством остановочных пунктов. В следующем году мы планируем эти работы провести. Еще к теме школьных маршрутов. В Центр управления регионом поступил сигнал общественников о неудовлетворительном состоянии участков Ляли-Серегова и Серегова-Усть-Вым в Княжпогодском районе. Есть ли планы по их ремонту? Пока на этом участке планов по ремонту нет. Мы содержим в рамках текущего содержания ремонта. Специалисты выезжали на эти участки. По нашей оценке, они содержатся в достаточно нормативном состоянии. То есть пока такой большой ремонт не нужен? В ближайшее время большие ремонты по этим участкам не предусмотрены. На прошлой прямой линии в июне мы с вами обсуждали вопрос ремонта дороги Кожева-Чикшина. С этой проблемой жители Коми продолжают обращаться в Центр управления регионом. Давайте еще раз расскажем о планах по решению этой проблемы. Это большой участок дороги, он чуть более 40 километров. Мы заключили контракт на разработку проектно-сметной документации. Она будет подразумевать переход дороги от переходного типа покрытия к твердому типу покрытия. То есть там будет уложен асфальт. Проектно-изыскательские работы 40 километров. Большой участок мы планируем завершить к декабрю 2024 года. У нас на сегодняшний день выделены средства в бюджете, правда, на 2026 год только. 400 миллионов рублей, но при этом, по нашей оценке, потребуется около 2,5 миллиардов рублей. Мы сейчас будем проводить работу по изысканию дополнительных средств, чтобы работу начать уже в 2025 году. Я думаю, что в течение двух лет мы их завершим. Ушаков Владимир Николаевич, житель села Обьячево, направил к эфиру видео вопрос. Спасибо, что строят в Республике Коми такие объекты, как физкультурно-оздоровительные комплексы. Но теперь нас волнует другое. Как будет организовано строительство дороги к ФОКУ в селе Обьячево? В селе Обьячево мы в этом году, кстати, построили дорогу к школе. Сейчас уже работы завершены по первому этапу дороги. Сейчас таким же образом мы будем строить дорогу к ФОКУ. Там около 350 метров нужно построить дорогу в твердом покрытии. Регион выделил, не регион, простите, это средства муниципального бюджета. Они выделили 11 миллионов рублей на этот участок дороги. Сейчас размещена конкурсная процедура. 20 сентября будут подведены итоги, пока уже есть участники конкурса. До конца года сделают первый этап, значит, сделают дорогу с асфальтовым покрытием, уложат только нижние слои асфальта. И в 2024 году уложат верхние слои асфальта и сделают тротуарную часть. Пока тротуары сделают временно в деревянном исполнении, чтобы могли дети ходить по тротуарам. А в 2024 году тротуары сделают из асфальта. А когда сам физкультурно-оздоровительный комплекс откроется? По плану у нас сдача до 31 октября этого года. Пока нет рисков срыва. Мы планируем, что 31 октября закончится строительство. И в декабре месяце мы будем получать заключение о соответствии строительства, уже запускать комплекс в эксплуатацию. А дорога появится? Дорога появится чуть раньше. Дорога появится, наверное, в ноябре. В ноябре месяце уже будет дорога. То есть дорога и ФОК будут сданы в эксплуатацию одновременно. Екатерина Анатольевна, многодетная мама, с семьей живет в доме, который признали аварийным в 2021 году. Жилье единственное. Дом попадает под расселение только в 2026 году. Однако техническое состояние здания постоянно ухудшается. Предоставить временное равнозначное жилье не могут. Попросту его нет. Есть ли возможность выделить финансирование на создание маневренного фонда в Сосногорске? Сейчас в городе расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. Сейчас в республике завершается этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, дома которых были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Если Сосногорск уже завершил эту работу, то другие муниципалитеты, самые крупные из них Сыктывдин и Устьвым, эту работу активно начали только в прошлом, этом году. Этап расселения у нас должен завершиться до июля 2024 года. То есть до июля 2024 года мы планируем завершить расселение всех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. И после этого это обязательные условия предоставления федеральной поддержки. Нам откроют возможность переселять граждан из аварийного жилья, признано таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Соответственно, мы эту программу планируем начать активно с 2025 года. У нас домов, признанных аварийным в этот период, чуть более 1 миллиона квадратных метров. Это огромный объем жилищного фонда. И, конечно, предоставить маневренный фонд для всех жителей не представляется возможным. При этом уже сейчас мы совместно с муниципальными образованиями определяем очередность, в которых будут расселяться многоквартирные дома, признанные аварийными, после 1 января 2017 года. Один из основных факторов, влияющих на то, чтобы дом попал в первоочередный список, является согласие всех собственников и нанимателей, которые живут в доме, с переселением. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда не все жители домов согласны переселяться по тем или иным причинам, и муниципальное образование вынуждено расселять эти жилые помещения в судебном порядке. Вот в первую очередь попадут те дома, которые согласны в полном объеме переселиться без судебных решений. Поэтому муниципалитеты сейчас эту работу проводят. Если граждане хотят, чтобы их переселили в первоочередном порядке, в 2025 году, а не в 2026-2027, то им нужно собраться и всем решить, что они согласны с реализацией программы переселения в этом доме и соответствующие документы направить в муниципальное образование. Почему в центре поселка Троицко-Печорск не строятся многоквартирные дома? Там сухо, коммуникации рядом. А сейчас строят на территории квартала Южный, где места заболоченные, сообщает Зоя, жительница Троицко-Печорска. Это очень хороший вопрос, но его надо задать муниципальному образованию, например, главе Троицко-Печорска. Почему он выбрал имя эти земельные участки для строительства? Потому что это целиком полномочия муниципалитета, руководство республики никоим образом на это не влияет. Муниципальные образования сами определяют территории, которая у них будет застраиваться в ближайшее время. В поселке Кемдин необходимо построить гараж возле здания школы 31 на две единицы техники, на пожарную машину и школьный автобус. Проблема не решается из-за отсутствия финансирования, пишет нам Ирина, жительница поселка. К нам не поступали заявления, это УХТА, если мне не изменяет память. Муниципальное образование не просило выделить им средства на строительство подобного объекта, но при этом республика не финансирует, честно говоря, строительство гаражей. Мы строим ПОЖДПО при необходимости, а вопрос строительства гаражей относится к компетенции муниципалитета. Они могут самостоятельно либо строить новое здание, либо переоборудовать какое-то существующее, если оно не эксплуатируется. То есть нужно обратиться к руководству УХТА? Конечно. В социальных сетях жители домов номер 6А и номер 14 по улице Молодежной в поселке Собино и Карткировского района написали такое сообщение. Они переселились в эти дома по программе переселения. В доме номер 6А произошел потоп, как отмечает житель, из-за некачественных материалов при строительстве. В другом доме разрушается бетонный пол. Андрей Сергеевич, знаете ли вы о этих проблемах? Кто должен нести ответственность в этой ситуации? Мы знаем об этих проблемах. Мы выезжали туда комиссионно. Ситуация на месте звучит не настолько критично, как в сообщении. В одной квартире произошел порыв трубы, и какое-то время вода текла в квартиру. Проблема обострялась тем, что собственники не заселились в квартиры, хотя им были предоставлены ключи, им были предоставлены документы, но в Собино жители не очень активно заселялись в новые квартиры. Я сам был в поселке, я смотрел качество строительства. Мы сделали несколько замечаний застройщику. Там застройщик муниципальное предприятие, и все выявленные недочеты устраняют в рамках гарантийных обязательств. То есть что сейчас жителям делать? Им самим нужно как-то исправлять эти недостатки? Нет. Те недостатки, которые были выявлены, муниципалитет устранил в рамках гарантии. Соответственно, гарантия на вновь построенные объекты 5 лет. В течение 5 лет они будут устранять все выявленные недостатки по строительству домов, если такие будут. Но собственникам нужно активно переселяться в новые квартиры, потому что квартира, которая стоит без эксплуатации, она, конечно, подвержена разным случайным событиям. Ее могут затопить и так далее. В квартире надо жить, чтобы она сохранялась. То есть проблемы там решаются? Проблемы там решаются, конечно. Людмила Бойко в соцсетях спрашивает, цитирую, «Когда будет произведен капитальный ремонт в поселке Зеленоборске по улице Нефтяников, дом 1? Хотя бы крышу почините. Как дуршлаг течет?» Ну, это небольшой 12-квартирный дом. Он не стоит в плане капитального ремонта в ближайшее время. Я еще раз подчеркну, очередь на капитальный ремонт определяет муниципальное образование. Значит, этот дом стоит со сроком капитального ремонта 42-й год. Да, у нас длинная программа капитального ремонта. При этом этот дом имеет признаки аварийности. И есть определенные шансы, что он будет признан аварийным в 2023-2024 годах. На сегодняшний день в этом доме не выбрана управляющая компания. Жители сами занимаются эксплуатацией дома и всех его коммунальных систем. Конечно, если была выбрана управляющая компания, было бы возможно осуществить текущий ремонт в рамках содержания. Но жители управляющую компанию не выбрали. За управление домом никому не осуществляет плату. То есть они сами на себя возложили обязанность по его содержанию. Мы сейчас посмотрим, если есть ситуация, что течет крыша, мы, конечно, окажем содействие муниципалитету и выделим средства на текущий ремонт. Капитальный нет. На текущий ремонт мы средства выделим из бюджета. Но жителям, если им хочется, чтобы их дом кто-то содержал, все-таки надо выбрать управляющую компанию. Это наиболее эффективный способ решения этого вопроса. Вообще в целом объемы капремонта в республике растут или на уровне остаются? Объем капремонта в республике растет. На следующий год у нас запланировано чуть более 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилищного фонда. То есть это больше, чем в 2023? Это больше, чем в 2023 году, почти на полмиллиарда. Сергей в соцсетях сообщает, что жителям Орбиты нужен сквер. И они не раз высказывали свое мнение. Так почему строят высотку на пересечении улиц Тинтюковской и Петрозаводской? Мнение жителей города не в счет? Этот участок находится в частной собственности. Соответственно, город не может регламентировать его использование. Там выдано разрешение на строительство. В рамках генплана, который город утвердил, там может быть построено жилье. А сейчас мы с городом совместно рассматриваем альтернативные места, где можно создать место отдыха для жителей в Орбите. Мы рассматриваем бульвар, еще ряд участков, которые находятся в городской собственности, для того, чтобы в 2024 году сделать там сквер или место отдыха. С жителями будете обсуждать это место? Конечно. Все общественные пространства, которые благоустраиваются в Сыктывкаре, проходят обязательное голосование с жителями города. В республике все лето благоустраивали общественные пространства и дворы по программе формирования комфортной городской среды. Можно ли уже подвести итоги? На этот год запланировано 72 общественных пространства и 50 дворовых территорий. На сегодняшний день еще не все работы выполнены. где-то около 50% работ по общественным пространствам завершены и около 40% работ по дворовым территориям завершены. К 1 ноября мы планируем, что работы будут завершены все в полном объеме. На сегодняшний день у нас есть сложности в Инте с двумя общественными пространствами. Там расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком. Сейчас они будут привлекать другую подрядную организацию, но есть риск того, что погодные условия не позволят им в этом году закончить. И есть сложности в населенном пункте Путеец. Там небольшой объект. В этом году также расторгнут контракт. Подрядная организация оказалась неспособна его выполнить. Есть риск, что в Путееце и в Инте три объекта будут перенесены на 2024 год. Все остальные объекты у нас вводятся без рисков. Где-то уже завершили работы? Да, завершили. На 43 общественных пространствах и 18 дворовых территорий работы уже завершены, приняты. На остальных находятся в завершающей стадии. Идет оформление документов. Как я уже сказал, до 1 ноября мы планируем все эти работы завершить, принять в ноябре, оплатить в полном объеме. Какие-то яркие проекты, может быть, назовете? Это, как правило, все не очень большие объекты, потому что совокупно у нас выделено чуть менее 500 миллионов рублей на такое количество объектов. Это все объекты не очень крупные, потому что все хотят участвовать. У нас участвует много муниципальных образований. Но я думаю, что жители видят эту работу. Будет ли программа продолжена, спрашивают жители в 2024 году и дальше, и как они могут принять участие в ней? Программа находит очень активный отклик у населения. Поэтому программу пока не планируется завершать. Минструя России ежегодно распределяет субсидию. И вот мы ждем, что в 2024 году у нас будет средств чуть побольше, чем в 2023. И весной каждого года проводится голосование по выбору объектов, которые будут модернизированы в следующем году. Вот у нас в этом году 46 муниципалитетов голосовали. Все голосование прошло успешно, и жители уже выбрали те общественные территории, которые будут проводиться в следующем году. Ремонтироваться, реконструироваться, строиться. Поэтому программа ежегодно продлевается. А в 2024 году мы будем голосовать за проекты 2025 года. Точно так. Андрей Сергеевич, спасибо вам за участие в программе и ответы на самые волнующие вопросы наших жителей. Спасибо вам. Уже в среду 20 сентября смотрите прямую линию с руководителем Ижимского района Игорем Норкиным. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова